Спасибо коллеги, прошу садиться. Ивановская область занимает 8 место среди 18 субъектов федерации, входящих в Центральный федеральный округ. При этом рост преступности в 2017 году составил более 10%. Самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. Данная цифра является не вполне объективной в связи с большой разницей в численности населения. По количеству совершенных тяжких и особо тяжких преступлений Ивановская область находится на 8 месте. Более 40% всех преступлений приходится на кражи. Преступления, совершенные в общественных местах, в большинстве своем корыстные и имущественные. Половина из них кражи в торговых центрах, магазинах. Предметами хищения становятся как товары, так и личные вещи посетителей. Актуальными остаются кражи из автомобилей. Но есть и положительные тенденции. Положительная динамика прослеживается по таким показателям, как преступность несовершеннолетних, здесь снижение на 24%. Рецидивная преступность, также отмечается снижение. И преступность, состояние алкогольного опьянения, более 15% снижение. По ходу своего выступления Андрей Викторович давал ответы на вопросы, которые заблаговременно адресовали ведомству фракции политических партий, представленных в Думе. Кроме того, руководитель регионального МВД высказал и свои пожелания к депутатам. Тревожит страшпорядка ситуации с бродячими собаками. Несчастные случаи, которые были зафиксированы в регионе, провоцируют людей принимать меры самостоятельно. В истексям году возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренные частью 1 ст. 245, это жестокое обращение с животными. Оба преступления совершены в областном центре на территории Фрунзенского и Советского районов. В настоящее время в региональных нормативных актах отсутствует административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. Необходимо принятие областного закона целесообразным. Будет выйти с предложением Государственной Думы Российской Федерации о принятии федерального закона, регулирующего ответственность за нарушение правил содержания водительцами своих домашних питомцев. Доклад начальнику МВД вышел далеко за рамки 20-минутного регламента и оказался настолько исчерпывающим, что практически не оставил никаких вопросов у народных избранников. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Беремолин.